Друзья, сегодня я хочу с вами поделиться рецептами из чёрной редьки, очень полезного овоща. Итак, редька с клюквенным соком. На одну среднюю редьку нам понадобится 2 столовых ложки клюквенного сока, 1 столовая ложка растительного масла. Редьку вымыть, очистить, вновь вымыть, натереть на крупной тёрке, заправить клюквенным соком и растительным маслом. Второй рецепт. Редька с сыром. На одну редьку нужно 100 граммов сыра и 100 граммов сметаны, соль, чеснок по вкусу, зелень для украшения. Так же, как и в предыдущем рецепте, вымыть, натереть на мелкой тёрке вместе с сыром. Добавить сметану, мелкорубленный чеснок, подсолить и украсить измельчённой петрушкой. Получается очень полезный салат. Третий рецепт. Салат из редьки и капусты. Я его заготовила на зиму. На пол-литровую банку нам потребуется по 150 граммов редьки и капусты, 100 граммов моркови, 1 луковица, горсточка зелени, зубчик чеснока и столовая ложка 9% уксуса. Редьку, морковь хорошо вымыть, натереть на крупной тёрке, капусту тонко нашинковать, чеснок выдавить через довилку, лук нарезать тонко полукольцами, нарезать сельдерей и петрушку. Содержимое выложить в пол-литровые банки. Добавить по 1 столовой ложке уксуса, зелень, зубок чеснока, а затем, уплотнив ложкой, смесь овощей, положить 1 чайную ложку соли, пол чайной ложки сахара и залить кипятком, закатать, перевернуть, охладить. Далее. Бутерброды с редькой и плавленым сыром. На одну редьку нужно 2 моркови, 100 граммов плавленого сыра, кусочек сливочного масла и немного нарезанной зелени. Сыр подержать в морозилке, чтобы проще было натереть. Морковь и редьку измельчить на мелкой тёрке, смешать с тёртым плавленым сыром и сливочным маслом, всё взбить и использовать для приготовления бутербродов. Приятного аппетита, друзья!